В итоге сезона уже было рядом к медалям. Горечь от этого остается. Но тем не менее, я считаю, что выступили хорошо. И по ходу сезона команда прибавляла с каждым этапом. Это радует. Есть надежда, что костяк команды на следующий год останется. И, в общем-то, будет от чего отталкиваться уже в следующем году. В этом году многое пришлось начинать практически с нуля. Хорошо, что были у нас такие лидеры в команде, которые вели за собой в этом году. Это помогло, конечно. Помогло то, что многие ребята молодые пришли и очень хотели доказать. Это тоже очень важно. То есть желание – это самое главное. Чего нам, может, не хватало. Предыдущий плов, показать какой-то результат. Поэтому я считаю, что соотношение всех этих факторов позволило в этом году выступить успешно. Успешно. Сейчас уже много просмотров у вас молодых или по прыжковым. Наметили, например, на группе или так. Да, есть ребята, фамилии, которых мы пригласим на сбор уже. И там уже конкретно, исходя из того регламента, который будет на следующий сезон, будем уже комплектовать команду. Был какой-то разговор с руководством? Ну, предварительный был, конечно, разбор. И посчитали нашу работу хорошей в этом сезоне. Предложили подписать контракт на следующий год. И, в общем, оставить руководство команды, тренерский штаб в том же составе, который работал в этом году. Лидер команды Паваев. А по спорту есть кто-нибудь, кто сможет? Не в плане играть, а в плане моральности. Мне трудно ответить на этот вопрос. Я считаю, что время покажет. Но всегда, из опыта предыдущих сезонов, святое место пусто не бывает. Всегда на смену приходит кто-то, кто берет на себя эту ношу и тащит, в общем, вперед. Я думаю, что ярких звезд у нас нет и не было таких, которые на протяжении всего сезона играли. Мы были сильны командной игрой, командным духом. И это нам поможет и в следующем году. Если затронуть игру сегодня, основной состав Амаза чудно нашел поражение. Были какие-то страховые санкции? Да нет, но мы перед ребятами поставили задачу, просто чтобы зрителям была интересная игра. Я думаю, что 10 голов, когда забиваются, это всегда интересно. Тем более, были такие комбинации хорошие, моменты. В общем, понятно, что Северсталь-2, вот эта команда по мастеровите и классам повыше. В общем, тем не менее, разошлись 5-5, не договариваясь. Как возникла вообще идея про генетроматча и кто бы инициатор? Ну, в начале, чтобы как-то разнообразить этот праздник, закрытие сезона, планировалась игра со сборной города. Но потом, общаясь со многими ребятами, которые приехали из различных команд туда в отпуск, пришел к выводу, что интереснее будет, наверное, собрать их всех вместе. И для них интересно, и для Алмаза, для ребят интересно посмотреть, что получилось за время этой работы с теми людьми, которые прошли через это уже. В общем, есть с кого брать пример. Я считаю, что если бы вот так вот в основу взять и каждый сезон так заканчивать, у нас сейчас много ребят играют в различных клубах воспитанников, то будет еще интереснее, и в полном формате проводить игру, и в полном контакте. Это будет вообще здорово. Большинство игроков, которые все остальные бывают, и на Львове Солбайс. Вы бы сказали, сколько приятно было видеть их, и то, что они сразу завались. Да нет, это всегда. Все равно все живут в Алмазе. Сейчас тренируются, с различными возрастами ходят. В общем, ничего не меняется на протяжении лет, всех тянет сюда. Денис Лихтеров сегодня был вашим ассистентом. Да. Насколько это был помощник, и почему он стал тренингом? Ну, дело в том, что ему сделали операцию буквально два дня назад. На нос перегородку поменяли. И он не смог, он очень хотел, но не смог. Ему еще нельзя выходить на лед. Поэтому я предложил ему помочь в этом деле. Он всех ребят знает, со всеми общается, поэтому помощь была. Смотрелся на солидно. Да. Спасибо. Спасибо.